Вот, вот такой зоночек, смотри, 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 дерзкий, покажись, покажись, и автомобиль, и вот, ребята, отключило его, Ребята, сейчас вот, рядом у меня был рыбак, сейчас у него такая была поклевка хорошая, вот вдвоем нам удалось его реализовать, Смотрите, какой сазанчик попался, подсёк вовремя, сначала вываживать, дал ему подсак, он зашёл, его вытащил, отличный сазан, Вот, вот, вот такой сломанчик, смотрите, умничка, молодец Тысяча автобусов, и тысяча, смотрите, какой сломанчик, патрулечку протянет спокойно, мне кажется Болоса, добрулечный? Смотрите, какой сломанчик, красавец, венгерский карп, видно уже хвост красный такой Ну, покажись, за нижнюю губу взял Ага, когда Манчестер заведует? Заведует Отлично Ну что, рыбалка продолжается, ребята? Всем салам алейкум Сегодня приехал в Кудакуль Погода более-менее чуть-чуть, ветер есть, но не сильный Лички наставил Приготовил прикормку Сейчас Будем забрасывать Припалку, у нас сазана Вообще была цель приехать куда-нибудь в другое место въехать на рыбалку Но так получилось, приехал в Кудакуль Недавно приобрёл кораблик Хотел его попробовать Мне кажется, сегодня погода как раз Восходящая Ветер не так уж сильный Можно попробовать Будем забрасывать корабликом Не знаю, что с этого получится Честно говоря, он где-то месяца два лежит у меня дома Вот Сейчас начнём, всё это снимем Вот наш кораблик Такая сумка Вот Сейчас откроем И посмотрим Надо бы батарейки всё это поставить Вот так GoPro держать, честно говоря, у меня сейчас что-то не будет понять Давайте я сейчас на штатив поставлю GoPro, чтобы вам тоже видно было Потом заново подключусь Привет Ну что, лудочка Здесь у нас запасная батарейка Это его обмена Ставится Видео, да? Ставится вот эта батарейка сама Запасную уберём пока Что ещё? Антенна Антенну надо будет подключить Подключается Я ещё сам, честно говоря, первый раз его буду выключать Поэтому Дома подключил Как посмотрел Вроде работает А вот Батарейки для пульта Просто у них взял Сейчас мы его батарейку поставим Крышка закрывается плотненько Вот сам корабль Сейчас я тут подключу Батарейки поставим И будем Вот ребята Подключил я его Сейчас будем Подключать его через спутник Здесь шпагалка Так Хопкей И А Это у нас Скорее Он будет Со спутником связываться Ну давай попробуем Хопкей И А Он сейчас восьмёрку даст Поймает Поймает все спутники До сигнала подождём его Потом поставим домашнюю точку Давайте попробуем На первую На первую я думаю Сюда Сюда Бросим Должно получиться Вообще Нужно и сюда И можно задний Тоже сделать Задний Открывается Как у нас Какая-то Ну я не помню Так Это был Так 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 Открывается И Можно закрыть Вот Ну Давайте Попробуем Первый завет Что у нас получится Ребят Я тоже не знаю Патушку Освобождаем Это Занесём Воду Что у нас получится Увидим Лишь бы Кораблик обратно вернулся Ребят Ну Поехали Вроде Кривой пошёл Надо было для баланса Всё-таки ещё один поставить что-ли С этой стороны Он криво идёт у нас Да вроде идёт Короче ребят Игрушка для взрослых Кому лень заходить забрасывать Вот это самое то Что нужно Всё ребят Забросил Теперь вот Нажимаю Аднёрку Сейчас он должен Плыть домой 150 метров Ребят Он уже плывёт 148 Сейчас он должен Обратно вернуться Как вернётся Я подключу ещё раз Кораблик сам возвращается Вот Тут лежит Тут Работает Вон 94 метра Показывает Возвращается Дома Вон Кораблик всё Кричи надо его загрузить нормально А то На один бок я его Загрузил Он почему-то Кораблик попал Чуть криво Сейчас Или две штуки надо Посадить Или в заднем Отсеке Надо его Груз поставить Мне кажется Потом молча будет Ребят Всё забросил Здесь Пять Утиличный Корпус Вот На прикормку Пока всё стоит Соседи тоже там рыбачат Пока тишина Вот одну штуку Хорошую взял Вот Но пока тишина Ветер Ветер не слабый Вроде где-то Вот Больше стебалов Пока тишина Ребят Попозже Думаю Если Морька поймаю Может на змея поймаю Лучше Здесь Борща Хорошее место для змеи Ребят Вот Обновился Купил Новую палатку Сейчас Попробую его поставить Посмотрим Остановочистка Палатка Вроде Быстро Собирается И Разбирается Теперь Попробуем его поставить Так Ребят Палатка Имеет Два входа Батарейка Закончилась Лучше Поменял Извиняюсь Например Вот Машкара Комары Отличное Решение Здесь Зонт Зонт Сверху Есть Тент Его Можно накрыть От солнца Можно от дождя Сейчас Попробую Зоном Открылась она. Двуслойная получается, первый слой. Внутри вот этот второй слой. Она открывается вот так. И здесь уже. Вот это все спустим. Вот она. Здесь палатка. Жить можно. В принципе неплохая палатка. Извините за такую съемку, но я думаю, что смог вам показать. Сам производитель пишет, что размеры 2,70 на 2,70. Нет. 2,40 на 2,40. Высота 1,70 метра. Так что ли? Чтобы надо упаковку посмотреть. По-моему 2,40 на 2,40. А высота 1,70 метра. Но мне кажется, высоты 1,70 метра нет. Ну палатка ничего такая хорошая. Потому что хорошо, то что летом все стороны открыты. Светка там, москетная сетка. И ни комар, ни мошкара. Вот как раз для оттуда куля. Кто здесь рыбачит, они наверное все знают, что когда мошкара появляется, и даже выжимать невозможно. Потому что без стола, везде мошкара будет, ничего не сделаешь. А здесь можно открыто все тент убрать сверху. Смотрите, кто-нибудь убрать. Вот. Со всех сторон будет сетка. И спокойно можно сидеть, светку учить и покушать. Посидеть, пообщаться. Главное, когда выходишь, москитную сетку закрыть и все. Вот китайцы врут. Смотрите. Говорят, палатка на 4 человека. По-моему, 4 человека здесь не поместится. Это точно. На троих. Самую эту. Вообще на двоих хорошо. А в округе, если сесть, человек пять может спокойно сесть. Если на Сархан в серединке, то можно спокойно сесть и поужинать, позавтракать. Сейчас попозже открою я тент вверх. Чтоб все открыто было ночью. В принципе не так уж поздно. Мне кажется, будет классно. Вот так я бы оценку поставил на четверочку. Мы решили сейчас взвесить эту рыбу. Надеюсь, мы будем сходить. Сейчас будем взвесить. Посмотрим, сколько килограмм он висит. Так. Вау, вау, вау. Четыре пятьсот. Четыре с половиной килограмма. Видно, да? На низке нет. Я не знаю, видно вам, нет? Видно, кажется. Четыре с половиной. Вот сажен. Хорошенькая, она черненькая. Нормальная, а? Нет. Габнец. Габнец. Ребята, мы недавно снимали контент для телеканала Дикий. Российского телевидения. Вова Змейгалова. На Тудакуле. С Карамоном, с его отцом. С замечательным человеком. Великолепным рыболовом. Человеком, который можно часами общаться и слушать его. Это Акатуир. Я хочу вашему вниманию сейчас предоставить некоторые кадры, которые не попали в контент, в эфир. Так что я думаю, что вам будет приятно его слушать и смотреть. Музыка. Санкт-Петербург. 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 Музыка. Санкт-Петербург. Музыка. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Музыка. Санкт-Петербург. 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 Музыка. Черви. И побежал на рыбал. Все! И рыбы... опять еще повторюсь, там много было. И домой без рыбы не возвращались? Нет, 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 это раньше, что вы, это было. ну хоть сейчас тоже бывает что если что поедешь бывает что хорошие созданные клюют по 3 по 5 килограмм раз бывает вот и тысячи два штуки возьмешь это для семьи это уже очень даже много да хорошо много такого у вас поклевка кажется да наверное да сын сейчас посмотрим ничего пускать посмотрит она здесь рядом если опять месяц клюет он и змей маленький кстати вы уже взяли на это на нарезку на нарезку зацепилась конечно воду залез пришлось воду залезть отцепить опять туда с удочкой очень вытащил ничего так где-то маленький до начала да но начало да хотя бы что-то какое-то ощущение ешь что усталость и такая вот а то давай приехал бы кислотого здесь вот что-то в какой-то радость есть большая небольшая но маленькая вот это вот так вот это вот все вот этот смысл рыбалки в то что приезжаем наслаждаемся природы самое главное душа отдыхает тело отдыхает но хорошо когда дома приезжаешь конечно все уже болит ноги уже уже годы тем более не те уже стар tengo Но это приятно усталость? Усталость приятно, да, когда еще поджарить, еще на столе она такая вот, скворчит там на сковородочке, там рыбка, и так запашок идет с чесночком ее, сами знаете, это ничего не сравнить, да, и вся усталость, и домашние недовольные, а вы тем более, что и сами поели, и семью накормили. Ну, так вот, как бы, да, смысл рыбалки, я думаю, вот в этом, да, я так думаю. Говорят, что рыбаки народ всем верный, верите ли вы какие-нибудь рыболовные? Ну, вот видите, если я скажу, что нет, то я себе тоже буду противоречить, как бы, да. Когда вот на рыбалку дома собираемся, как-то есть такой разговор, что стараешься уже вот рыбу или что-то, рыбной консервы даже не брать. Говорят, что клево не будет, если с рыбы поедешь на рыбалку, уже клево не будет. Так что стараешься, как бы, рыбу не брать. Ну, хоть хотя бы это не веришь, но все равно к этому придерживаешься, да. Да, вот как-то я так думаю, ну, я думаю, это не только я. И все собираются не для того, что вот, вот, сто процентов, что вот, да, но как-то все-таки придерживаешься к этому, да, чтобы думаешь, а вот это и правда. Так просто никто, я думаю, рыбаки это не придумали, это от чего-то исходит. Вот, наверное, так. Бывает так, что когда без рыбы возвращаетесь, есть какие-то разочарования или какие-то… Ой, без рыбы, когда вот, когда уезжаешь отсюда, ничего, нормально. В машину сел, собрал, собираешься, конечно, удочки, сами знаете, много, пять, три, четыре туда соберешь, там чехол положишь, все упакуешь, багажник положишь, домой едешь, как-то усталость уже. Но когда уже к дому, к вороту подъехал, с машины слазите, это уже ноги не ваши. Такая усталость, это усталость от чего, потому что пустой, когда радости нету, а то, когда с рыбы приезжаешь, и как-то усталости нету, ноги и сами домой бегут, как-то, да. А здесь как-то с машины слазишь, одну ногу вытащишь, потом вторую, и потом еле-еле уже домой уже плетешься, и домой дверь не ногами открываешь уже, за ручку открываешь, спокойно уходишь, уже наглости нету, потому что пустой приехал, вот так вот. Сейчас тебе перезакинул, два живца убрал, нарезал нарезку и на судока забросил. Посмотрим результат, будет, нет, говорят, судак хорошо клюет. Все остальные на Сазана стоят. Так, пять штук, две штуки на судака. Надеюсь, хоть судак будет клевать. От огня одной поклевки пока ни у кого, ни у соседей, ни у меня. Стульчик поставил, вот, лежу, отдыхаю. Ветер немного стих, погода что-то улучшилась. Сейчас попозже еще раз закамлю, точку перезаброшу на Сазана, а судак постоит нарезка. Овось может что-нибудь клюнет. Ветер вот рано и утро, вот поклевка. Ночью, видимо, сам попался, судачок. Но его надо отпустить. Если вытащить нужно, еще его не поранив. Вот такой. Вроде бы получилось, не знаю. Кажется, жить будет. Нет, нет, мне кажется, не получится. Жалко, конечно. Не хотела такую судьбу ему. Ну. Давайте его оставим сейчас. Пусть пока вот так вот постоит. Если свет придет, уйдет, то это хорошо. Если нет, мне кажется, нет. Все такие слабые, блин. Жалко, конечно. Володя дергается. Если свет придет, уйдет, хорошо. Ребят, всем доброе утро. Время уже седьмой час. Все перезабросил. Все удилища. Одного живца на змея поставил. Потому что один живец был. И четыре удилища на сазана. Вообще ночью никаких поклевок не было ни у кого. Даже у соседей. А дальше еще сидят ребята. Короче, поклевок нету. Вчера, видимо, какой-то шальной сазан, наверное, был. Но хорошенький. Четыре с половиной килограмма вышел. Повезло. И пусть каждому из нас так везет, кто приезжает туда куль или другие водоемы. Потому что все равно, когда вываживаешь такую рыбу, получаешь огромное удовольствие. Ну, рыжебалка продолжается сейчас. Перезабросил. Еще, наверное, часиков два посижу. Ветра нету. Погода шикарная. Посмотрим. Если будут поклевки, конечно, покажу. Но пока тишина. Один судачук попался. Вот. Себя привел и отпустил. Так, мелочи были еще. Шимайки. Один карась попался небольшой. Грамм на пятьсот. Я не стал уже снимать это и все показывать. Вот. Но крупной рыбы пока нет, ребят. Будем ждать. Будем ждать. Сейчас, как давно, по-моему, какой-то мелочи сидит. Сейчас посмотрим. Ну, креет, отпускает. Такие поклевки не ждали. Или мелочь какой-то, или вообще ничего нет. Кажется, ничего нет. Это пусто. А есть кто-то мелочи сидит? А вот шимайка. Вот, ребят. Шимайка маленькая. Отпустим. Отпустим. Ну что, будем подводить итоги. Я уже все собрал. Все положил в машину. Вот. Про рыбалку ничего не могу сказать. Итат ноль. Ничего хорошего. Мелочи были. Вот. Шимайка, судак. Саданчик один. Платвичка. Клобла. Ну, мелочи одни. Я уже некоторые не стал снимать. Потому что там и показывать нечего. Основная цель была приездить туда Коля. Мне попробовать лодочку. Делать обзорчик такой. С меня еще обзорчик. Такой еще. Но. Что могу сказать? Кораблик хороший. Единственный минус. Мне чуть-чуть не понравился. Это его скорость. А так он все выполняет то, что нужно. Необходимо рыболову. Довозит до точек. Запоминает 16 точек. Дальность до 500 метров. Отсеки. Два прикормочные. Один забрасывает. Вот. Что еще? Две батарейки были. Одна батарейка была родная. Где-то на 10 заплывов он у меня хватило. А второй я покупал с Алиэкспресс. Короче, ребят, полная херня. Он где-то поплыл метров пятьдесят. Я отключился сам по себе. Хорошо, что я еще не скинул груз. Ничего. И обратно его потянул. Так что можно его использовать. Даже нужно. Просто единственное, ничего не скоростного. Мне кажется, скорость не самое главное. Главное, он отвозит груз. Вот. Бросает куда надо. Запоминает эти 16 точек. То, что необходимо для рыбака. Насчет палатки. Мне очень понравилась палатка. Она такая восьмиугольная. Со всех сторон открытая. Я имею ввиду сетка. Видно все. Ночью лежишь. Все улички видны. Где поклевка, где что. Только голову поднял и посмотрел, считай. Дождь. Что-то другое. Накрываешь темпом. Вот. Шесть человек спокойно могут сесть. Поужинать. А чтобы поспать, четыре человека только. В принципе, впечатление от палатки у меня отличное. Да и кораблика тоже. Ну. Всем удачи на водоемах. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok